Всем привет, с вами Тома, которая сидит тут и копается в дереве талантов, и ничего вчера не успела, и сегодня тоже это какая-то напасть. Так, звук игры. Если кто не в курсе, мы вчера проводили первый стримец по этому обновлению, где я делала нового персонажа, вот этого замечательного жеребчика Crystal Hut, с которым мы будем сегодня играть. Да, я, собственно, в Кристальной Империи, собственно, подходите, я тут ныкала из-за кузней, оп, 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 так что, кто хочет, подходите. Всем привет в одном чате и во втором, я ничего не забыла включить, все меня слышно, ты-ты-ты, где банк в Киев? Вот, меня тоже очень, кстати, интересует этот вопрос, потому что, если, ну тут, правда, почему-то крафт-станция только именно в верстак, сам, есть, вот, почему-то печки я тут пока не вижу, именно в кузне, но у меня, кстати, была мысль, что, возможно, тут же еще были поселения рабочих, может быть, там что-то есть, кто-нибудь уже исследовал Кристальную Империю на предмет банка, печи и прочее. Всем привет, да, в чате, в одном и втором. Вот у нас даже лупи-ананас, ананас, как это, как мы с тобой договаривались, просто лупи, да, нет? Короче, привет, давно тебя не было. Дэн Пармен, Хельга, Трикси, Яна, Эндрю, всем привет, да, и кто раньше подошел, тоже всем привет. Ксения Шай еще раз с нами была, Ксю-Ксю, привет. Так, Энди Шай, помню. Лупина, да, точно, просто лупина. Вот усик первый подбег. Так. Я сейчас смотрю. Короче, давайте потихонечку буду рассказывать про новые обновления, потому что не все вчера были. В общем, в субботу вышло обновление, которое добавило нам достаточно много, в частности, систему крафта и... Две системы крафта, одна ремесленническая кузнечное дело и вторая система крафта готовка. Вот, в частности, мы вчера качали кузнеца. Если вы начинаете с жеребенком, вы можете теперь взять квест на кузнечное дело. Ну, либо... Ой, все, я лег. Я хотела... Я еще хотела не 8 нажать, а 7. Ну, ты почти рядом. Короче, теперь добавились новые ветки талантов для жеребят, ну, при квестном взрослении, так называемой. И кроме кузнеца и повара, есть еще теперь ветки на стража, ну, то бишь на воина, так сказать, и на полет. То есть пегасы теперь тоже могут брать свою специальную метку. Ну, это просто улучшает вашу прокачку именно по этой ветке. И, в частности, вот я тут торчала, раскидывала очки по крафт-веткам. Тут улучшение оковки. Пассивные, я так понимаю, навыки улучшения оковки. Точнее, плавление руды. Гармонизация. Еще что-то, еще что-то. Короче, я не успела все прочесть. Потом распихала по первым двум начальным скиллам. Это я тоже еще ничего не делала. Вот, кстати, кукинг. Тут теперь тоже, вон, цельная ветка всяких дринк-мастеров и прочих вещей, которые будут улучшать вашу способность готовить. Но это будет влиять все на ваш... Ваш... Качество того, что вы будете готовить. Ну, и стандартный мэджик, медикал-пати кукинг. А, ну, кукинг, ладно. А, комбат, само собой. Ой, я еще ничего не распределяла, поэтому мы сегодня... Я, наверное, сейчас и не буду ничего распределять. Мы пока так побегаем. По поводу... Кузнеца. Вот здесь у голден... Голден... Гаунтлед. Короче, у нее можно купить все... Практически, по-моему, все нужные свитки на броню. Я вот частью уже тут купила. Это свитки на определенные слитки. Короче, система очень похожа на систему крафта в любой другой ММО. Еще мне тут очень напоминает Майнкрафт почему-то. В общем, у нас есть... Если кому очень интересно, можете подробнее посмотреть вчерашний стрим. У нее здесь рецепты броньки, слитков и так далее. Рецепты на зачарование у единорожки напротив школы в Контерлоте. Напротив университета единорогов. Там у нее свитки на зачарование. И здесь свитки, в принципе, недорогие. Но все-все-все, покупать смысла никакого нет. Потому что они очень жестко привязаны к уровню навыка. И если, допустим... Вот я вам покажу. Открой верстак. И если медную броню я могу скрафтить... Вот тут свело, нужно там второй уровень и так далее. То уже для... Оле! Не закрывайся. То уже для бронзового жилетика мне уже нужен 12 уровень крафта. А у меня там восьмой или шестой какой. Вот поэтому... Ну уж не говоря там про... Всякий желез. Желез уже пошел 23 уровень. А уровни-то теперь еще медленнее будут набираться. Ну, относительно. Хотя это имеется в виду именно не общий уровень, а уровень... Крафта. То есть чем больше вы будете крафтить, тем больше у вас будет уровень и все такое. Ну и, соответственно... Какой у меня тут? Это пятый или шестой? Пятый, наверное. Да, вот, левел пятый. То есть, короче, крафтить, крафтить и крафтить. Слитки изучаются, как и везде. Learn. Вот, правда, это слитки на... Эти самые... Слитки. На переплавку руды в слитки. Поэтому мне надо найти печку, чтобы посмотреть, для какого уровня они нужны. Вот. И гармонизацию я пока никуда не вставляла. Она у меня пока в кармане висит. Вот. Ну, а в целом, покупайте рецепт. Оле. Дай мне еще что-нибудь. Что мы там можем еще за 4 бита. Давайте передние ноги возьмем. А то задние мы вчера крафтили... О, монетки сыпятся. Задние мы вчера крафтили в обучающем квесте. Так. Не на тебя, на себя. Вот. И, в общем, покупаем, изучаем и ужасаемся, что там для нее надо. Так. Передние ноги. Это ж его я сейчас, да? Взяла или нет? Ну, то же самое все. Веревочки. Туда-сюда. Все такое. А, стоп. Мы же передние... То есть, мне задние надо, наоборот. Пардоните. То есть, я купила тот рецепт, который у меня уже был. Вот это я умею. Сейчас. Так, мне нужны задние. Наверное. Так, это за 4 бита. Шлем. Грудь. И... Так, они тоже только передние. Может, они только на передние? Давайте шлем возьмем. Лерн. Лерн. Вот. Добавился шлем. И для него нужно 6 слитков, 2 веревочки, 1 подложка. Подстежка. Давайте это называть подстежкой. Это то, что кладется в этот самый... Так. Кто еще в друзьяшке хочет? Кого нет? То, что под броню, в общем, кладется, чтобы оно не так жестко сидело. Так. Друзьяшки. Вот. Ну, вроде. Всех добавил. Правда, почему-то... А, вот. Тут написано, кто в сети. Марта, ты с нами? Вот я тебе даже этот френд добавлю. Так. Кого я еще не это самое? Или тут просто народ толпится? Короче. Давайте. У меня вопрос в основном реально по банку в Кристальной империи. Мне кто-нибудь еще написал? Привет, Ёршик. Да. Некоторые части титановой брони падают из големов в лесу. Прямо части брони. Прикольно. Ну, уровень там, наверное, надо... Да большой. Тут, кстати, теперь в части со скиллами добавили... На части комбата добавили, вот, все требования к броньке. Для какого уровня какая броня может подходить. Вот. И солнечная броня, и лунная теперь с 30-го уровня, а не с 50-го. Ну, то есть они... Я, кстати, за Inspiration заходила. Вроде с меня броня не стянули, которая там солнечная была нарисована. Ха-ха-ха. Вот. Сейчас я сделаю скриншотик, потом почитаю чат, и потом мы пойдем искать банк и смотреть плавильную печь. Вообще тут у Assembla еще новый квест. Тут фестиваль огней и все дела. Вот. И парочка новых квестов есть в том числе вот у Assembla, который у нас карнавальных дел мастер. Но меня интересует банк, честно говоря. Потому что если мы будем крафтить, допустим, много в Контерлоте или много тут... Ну, в Контерлоте есть банк точно. Ну, короче, весь этот скраб надо куда-то складывать. А-а-а. Потому что его будет реально много. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто такие големы? Где они живут? Ха-ха-ха-ха. Так. Кто-нибудь помогите до 30-го докачаться? Ну-ну. Ей никто не хочет помочь. Так. Ну, вроде про банк никто не писал. Давайте тогда сами поищем. Банк так. Можешь, пожалуйста, почаще заглядывать чат в игре? Ну вот, я только что листала. Я что-то ничего такого суперсложного не вижу. В смысле, супер... Ну, всем привет. Да-да-да. Да. Человек с ником Огненная Смерть спрашивает, кто хочет быть его другом. Ха-ха-ха-ха. А, вот. Монтенсер может показать банк. Все, вижу. Дочитала. Где она? Где-де-де-де-де-а-а? Где она? Где она? Где... Вот это вот, да. Сейчас я ее... Виспер. Веди меня, гордый олень. Еще бы дорогу запомнить. Я, кстати, в этой кристальной империи сама уже путаться началась, потому что... Тут так все похоже. Вот, мне еще интересно, есть ли тут все-таки где-то печка или что-то такое, потому что бегать... Ну, как-то крафт-стол есть, а печи рядом нету. Это как-то не то. И... Это банк? Вроде не банк. Ай, что мы тут стали? Сколько вас тут? Не, серьезно, если это банк... А, вот, да, open bank. А че он неактивный был? А-за-за. А-за-за. Ну, ладно. Хорошо. Это у нас... Все, я поняла, где у нас банк, а только это какая у нас ячейка? Там, где... А, ну там, где, короче, не телепорт, там банк. Все, понятно. Спасибо, монденсер, пожалуй. Я бы в жизни не догадалась кликнуть вот тут на колонне, честно. Это ж вообще, да, вот, все. Банк есть, но я пока ничего-то складывать не буду. Хотя можно... Ладно, пока пускай инвентарь пустой, новый персонаж. Хорошо. Давайте возьмем квест у Асэмбла, если он его, конечно, даст. И я хочу все-таки дойти... Или сначала дойти до этого самого... Тут еще, говорят, какая-то пещера. Про пещеру никто ничего не знает? Ксю-ксю. Банк рядом с замком. Ага. А, вот, возле него страж. Понятно. Все, спасибо, Ксю-ксю. Я только тоже ела арбузик, если что. Нажми на дверь, получишь результат. А что он говорит, кстати? Ничего хорошего. Кстати, да, добавили вот это размывание фона при диалогах. Добро пожаловать в Национальный банк Эквестрии. Спасибо. Мы будем знать. Так. Короче, а пещеры кто-нибудь знает? Наверное, пещеры там, где горы должны быть. Давайте го-го посмотрим. Надо привыкать телепортироваться, что ли. Ладно. Я пока буду привыкать телепортироваться. Я хочу в горы. Тоже можешь показать? Так показывай, Диана. Мундэнсер хочет нам все показать. Диана, Диана, Диана. Давай, показывай. Да. У нас сегодня... Вот видно, кто человек играл в игру, а не как я. В другую сторону? Не в пещеры? Я думала, к горам идти надо. Спасибо, люди добрые. Я, честно, хотела сама все изучить до стрима, но так получилось, что я опять была очень занята и вообще ничего не делаю. Да. Какая-то жизнь очень жестокая. Так, дорогу запоминать надо, главное. А, ну на миникарту можно смотреть. Так. Куда вы все заходите? Ой. 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 Это ЖД вокзал? Да, дальше куда? А я не знала, что там есть телепод к ЖД вокзалу. Серьезно. А я еще хотела этим персонажем, типа, жить в Кристальной Империи и все дела. И тут такой понимаешь, что, господи, если он тут и жил, то в лучшем случае в какой-нибудь отдаленной деревне или на самой окраине, потому что он ничего не знает. Ну, он так вчера вырос. Окончил этот самый... Получил высшее среднеспециальное образование на Металлурга. Ничего себе у нас народ. Ага, там, короче... А, ну, как бы шахта, как и шахта в Понидейли, там, где железная дорога, там и шахта, да? Типа того. Такой табун. Ну, елка там как-то разворачивалась. А почему Национальная банка Квестер и не Кристальная Империя? Ну, как это... У них там Селестия все под себя подмела, на самом деле. Не знаю. Ну, они считают Кристальную Империю, я так понимаю... Это, знаете, так как у нас. Республики всякие есть, они в составе Российской Федерации. Вот, очевидно, и Кристальная... И куда она? И Кристальная Империя, наверное, в составе... Этого самого... Эквестрийского объединенной ассоциации. Ого, там и новая картинка для стримов? В смысле? Новая. Та, которая... В смысле, девочка с Твичан, что с Плюшкой? Так она не новая. Я просто мало стримила Legends of Equestria в последнее время отдельными стримами. Ой. Боже, что, сюда реально заплывать надо? Господи. Я бы жизни не нашла, честно. Поньки с Тайкой бегают по городу туда-сюда. А где брать биться? Биться брать, проходить квесты... Это самое все. Я тоже умею телепортироваться. Я вроде пока только учусь, но я теоретически немножко умею. Вот, я вот такой раз. Да, что-то я как-то на малой дистанции телепортируюсь пока. Вот, я добежал. Это типа пещера... Ой. Наберите у меня телепорт. Это типа пещера-пещера. А, типа секретные зоны. То есть тут камней копать не надо на самом деле, да? Ну ладно, давайте этот скриншотик сделаем. Я думала, тут будут пещеры, как в Понидейле, которые нужно будет раскапывать. Ну, в смысле, там, собирать крафт и все такое. Но, очевидно, тут просто посидеть можно. Но прикольно, я тут не была ни разу. Так, сейчас. Ничего себе, да. Короче, биться можно либо проходить квест, либо лут продавать, который падает с мобов и все такое. То чувство, когда плохо владеешь английским, чтобы квесты проходить. Тут проблема квестов местных в том, что они очень графоманские и очень много слов, которые сами англичане редко используют. Серьезно. Они такие вот прямо переполненные текстом. Мы вчера проходили квест на Кузнеца. Господи, зачем столько раз нас хвалить и говорить, что мы такие няшки вообще? Я вчера уснула, пока она это самое. Окей, кто-нибудь знает, есть ли тут эти самые печи и все такое? Может, сходим проверим поселок Рудников? Может, там все-таки есть печь, которая будет печь? Потому что очень странно, что верстак в городе есть. Ой, я себя чувствую теперь таким классным, короче, жеребцом, вокруг которого девчонки вьются. Серьезно. Прямо это самое такое. Воу-воу-воу. Так, сейчас чатик разверну. Там кристалл, как в Симисе. Да? Может быть. Да. Симонтикор в лесу падают интересные схемы. Ну, я пока маленький, но можем сходить попробовать. Так. Интересно, какой процент слушает стрим, но не смотрит чат и наоборот? Я просто думаю, мне в чат дублировать или нет? Так, ну тут мы поняли, короче. Хорошо, спасибо, Мондансер, большое за то, что показываешь нам, куда идти. Я хочу все-таки тогда проверить поселок, потому что тут явно печки тоже нету. Тут... А где тут выход был? Выпустите. Вот. Короче. Хочу проверить все-таки крафтовый поселок. Может быть там... Есть таки печь. Чтобы... То, что в других городах печь есть, а вроде... А что-то и обделили. Ну тебе ж недалеко, что-то такой. На какую вообще дистанцию телепортируются единороги? То он что-то какой-то такой. Не очень. Родственники приехали к маме, заставляют ехать с ними здороваться. Я так не хочу, настроения нет вообще. Кстати, да, вот эти родственники, которые приехали там откуда-то непонятно, которых ты вообще и знать не знаешь. Вот это да, мне тоже всегда очень так это... Не очень. Ну, у нас тут, правда, родственники в основном те, которые уже как бы хорошо знакомы и близки. Ну, достаточно люди. Ну, вот сама тема, да, представляю, дальние родственники там. Не видел 10-20 лет, а тут такие опаньки ему такие. Классные. Вот я хочу... Вот тут первый какой-то поселочек был, да, вроде недалеко. Небольшой там, ближе к горам. С этой же стороны, нет? Был бы я пегасом, я бы подлетел да посмотрел. Но я не пегас. А-а-а-а! Пардон, я засмотрелась вперед. В смысле, я засмотрелась в чат и не смотрела, куда я иду. Давай, дружите, чё тебе пишут. Короче, где там был посёлок? Конфеты. Вот, да, вот, 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 именно он. Спасибо, Усик. Или кто тут оставлял конфеты? Чё, нету тут ничего копательного? Не добавили? Вот могли бы сделать коробку крафт-станции, допустим. А чё фонари мигают? Вам что тут, электричество экономить? Не, походу. Так, ну, я предлагаю сюда большой сходить. Маленькой тут вроде всё так. Вот почему бы тут крафт-станции не напихать, а? Ну, серьёзно. Так, а большая возле гор или не возле гор? Помогайте. Или наоборот. В какую сторону большая? Танк. Главное после всего это не забыть сходить к эсэмблу за этим самым, за квестом на фонарике. Где я? Я синий большой. Туда? Чё вы так резво бегаете? Знаете, экскрессом бакуганов, ну, визуально, да, но у нас ничего такого никогда не было. Ну, в плане ни игрушек, ни аниму, мы не смотрели. У меня с бакуганами была тетрадка какая-то когда-то, что ещё такое? Из разряда, когда всё совсем было. Так, да, не забыть взять квест, не забыть взять квест, не забыть взять квест. Я просто как этот самый, осваиваю новую профессию, у меня теперь первые вопросы все связанные с ней. Где брать печку? Куда складывать материалы? И всё такое. Надо прокачать перса, бегает вообще медленно. Ну, в смысле, у него и стамина маленькая и всё остальное такое. Инспирейшн там, ого-го. Но я не хочу на неё переключаться, потому что... Не хочу пропускать рецепты и прочее, а заморачиваться с передачей тоже не хочу потом. Ну, передачи ресурсов. Банки-то у нас разные на аккаунте. Как-то в игре совсем пусто в плане зданий и нелюдно в плане NPS. Да не, на самом деле не так, что пусто и в плане зданий, и в плане NPS. Вот, просто что... Если бы тут было больше игроков, было бы прикольно. Нет, тут действительно достаточно большие локации. Не как в каких-нибудь ММОшках, где... Знаете, такая небольшая площадь, и там всё утыкано NPC через каждый метр. Тут нет, тут такого только в центре города, в Контерлоте. Вот. А в остальных местах... Достаточно так, да. Рандомненько. Это собирается? Или нет? Я хочу собрать. Я теперь всё-всё, что лежит, хочу собрать. Оно вообще должно собираться автоматом теперь. Оно, походу, не собирается. Может быть, это нельзя собрать пока? Короче, они сделали ещё автоподбор предметов, но это какие-то неправильные кристаллы. Почему-то они не хотят собираться. А, они, наверное, может по квесту какой-нибудь собираются. Да, я бегу, я бегу. Я вот так бы пробежал бы и всё собрал, но они не собираются. Печать. Веда огорчения. Вот, да, вот этот посёлок я имела в виду. Сейчас мы его проверим. Я бы проверила сама, но я же лох. В плане времени. Персонажи, знаешь, игры, в смысле NPC-шек, но кого-то запомнило уже, кого-то ещё нет. Или имеется в виду персонажей игроков. Кого-то тоже запомнило, кого-то нет, всё по-разному. Я, я, это, вот я иду. Ой. И нечаянно. Так, вот чё, есть тут чё там, горнодобывающая промышленность? Как тут в этом месте? Так, давайте тут сначала глянем. I'll be back, можете за мной не бегать. Я вот хочу посмотреть тут какие-нибудь станки, плавильни. Не, ничего нет. Вот серьёзно, целый рабочий посёлок и для крафта ничего не добавили. А в чём суть? Зачем вообще он тогда тут нужен? Чисто для декорации? Я не могу, танк так смешно тут. Хотя, а, нет, там лагерь. Это не этот самый. Просто вот, ну вот где бы казалось сделать хотя бы печечку, как не тут, а? Но нихт, походу. Походу только лагерь эти самые плюшки жарить. Потому что я серьёзно пытаюсь понять предназначение вот этих вот локаций. Просто красивые модельки. А в чём суть? Добывать их нельзя. Печи тут тоже нету. Вообще. Вот а мне на костерке нельзя слитки переплавлять. А можно печку скрафтить из собой? Так. Он так из воды выпрыгивает. Точно всё. Жаримся. Интересно, а вот кто готовит? Скажите, а на кострах вы можете готовить или нет? Потому что я точно не могу готовить. Но у меня и рецепты ни одного не выучены. Ну, хотя вроде не открывается. Нет, готовить, наверное, тоже на специальном столе только можно. Окей, значит, тогда мы идём к ассемблу. Ну, это как-то не прикольно, что тут только есть крафт-станок и нету плавильня. Ты чё, бежать в другой город плавить и потом сюда собирать? Как-то такое себе занятие. Для того, чтобы взять квесты ассембла, тебе надо собрать призматические кристаллы. С кого они падают? Всё не так просто. Какой он противный ассембл. Он ещё не так просто кристаллы хочет дать. Кони на ужин. Нет, я про аниме... Нет, не смотрела я. Покугана. Про печку выше писали. Так, что писали про печку? Так, вот. Квест у ассембла берётся за один призматический кристалл, который выпадает с моба в шахте или с фонарей 30-го левла в лесу. Так, а про печку... Вы меня выделяли про печку или нет? Сейчас я прочитаю один момент. А, персонажа Бокугана я знаю? Нет, не знаю. Посоветовать? А, я уже столько раз про аниме говорила, что я не знаю. Так, говорят, что прошлая версия патча на русский совместима с этой версией. Хм, я попробую, но после стрима явно. Готовить можно только в сахарном уголке. Плавильи находятся около шахты. И в КИ нужно жать на костёр. В смысле? Вот на этот костёр нужно жать или на какой? Тут пони жарятся. В смысле на костёр? На костёр в кузне, который там... Я просто пробовала там три костерка, я на все тыкала. На какой костёр надо жать, пишите мне. Ну, который и в кузне прям, вот эти вот там такие огоньки. Я вроде на все тыкала, что-то ничего не это самое. Плохо тыкала, не туда попадала, не в правильный пиксель. Так. Трешно так. Так, я поняла. Монстры в шахте и в лесу фонари за 30. Фонари за 30. Да, некоторые меня не узнают. Я так изменился с последнего стрима. Так. Ну, короче, явно не этот костёр. Пошли держать на костёр, который там, походу. Что-то мне никто не пишет. Но на этот костёр я точно, вот даже если жму... Ну, тут точно плавить ничего не дают. Так что, очевидно, имеется в виду костёр, который именно в кузне всё-таки. Так. Так. Окей. Так. Го. Пошли. Всё. Посидели. Как это говорил Патрик. Всё! Отпраздновали! Кстати, да, теперь персонажи, которые отходят от компьютера, засыпают. Есть печка в Панивиле. Ну, в Панивиле я знаю, возле шахты. Меня интересует именно в Кристальной Империи, потому что бегать в Панивиле, чтобы поплавить железо... Ну, хотя там всё равно ресурсы. Так что... Не знаю, не знаю. Так. Го, короче, к шахте. В смысле, к печке ещё раз. Короче, к эсэмплу можно не подходить, он всё равно ничего не даст, да? Такой зараза. То есть надо идти и ныкаться с этими самыми, с Кристаллами в шахте или в лесу с фонарями. Ну, можно попробовать. Ну, в смысле, в шахту. Так. Нам куда-то... Сейчас решим, куда нам. В КАИ, в здании рядом со СПА. Ну, в смысле, в кузне, да? То есть, всё это самое. А, так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У меня полтома фаси, да. На костёр в кузнице тогда выдастся список свитков, которые, возможно, сплавить. Я просто говорю, я понимаю, что надо... Ну, в смысле, я плавила вчера слитки, я просто в кузне вроде потыкала на эти костры, и что-то оно там не тыкалось. Вот. Поэтому я и была несколько в шоке. Где она тут была, эта кузня? Где-то... Вот, где-то... 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 Ёлки у этой... Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Это спа, да? Это спа. Это на соседней улице, где тут была кузня. Пуф. Пуф! Пуф! Стоп! Тут не кузня. Ха-ха! А я её опять потеряла, да что ж такое? Я кузнец, который постоянно теряет эту чёрту. Мне кажется, она вообще не в этой стороне. Кто-нибудь сигнализируйте этим розовым, куда кузня убежала? Она где-то вот тут, вот тут, вот тут. Так. Я её постоянно теряю. Серьёзно. Но вроде не маленькая, а я её умудряюсь постоянно потерять из виду. Ещё меня нервирует, что все за мной бегают. Не, ну в плане, что когда сам заблуждаешься ещё... А, это больница. Ещё ок, но когда ещё и других вокруг кругами водишь, это как-то не... А, вот там народ светит. Это уже как-то не ок. Вот она. Ну ёлки, ну серьёзно, она в таком месте, что я постоянно теряю. На какой костёр тут жать надо? Я вчера на все тыкала, честно. Тык. Ну как так? Ну я же тыкала на тебя вчера. Ну правда, я честно на него тыкала. Короче, вот мы можем скрафтить разные срамы слитки. Но мне нужна руда. Руды у меня нету никакой. А слитки я уже все купила. Но тут уровень нужен ещё большой. Ну рецепты просто там по два обица были. О, господи, я устать. Когда узнала, что моя мама старше Тому на 4 года. Давайте поможем Тому найти кузню, да. Ох, так. Ну что, мы вообще с перерывами будем или без перерыва? Потому что если как бы... Боже, мы без перерыва, мне не сложно. Сейчас я поспешу в чате. Хотят они перерыв. Может, там кому-то идти надо, там, за водой, ещё что-то. Тогда нам надо идти в шахту. И там эти самые... Паризматические кристаллы, да, выбить надо. Кстати, там ещё писали, что добавили... Господи, я ставлю на огне. Добавили интерьер школы Паневиля. Но я что-то не нашла вчера. Ну, в смысле, я вижу там этот самый телепортик. Но внутрь школы что-то не пускает. Как-то подозрительно. Я теперь большой и всех закрываю. Так. Ну, кто-то хочет. Поэтому давайте на две минутки перерыв. Может, кому-то реально надо куда-то отойти. Вот. В общем, пока можете в чате тоже писать, что вы хотите посмотреть. Или у вас есть какие-то... Я хочу там показать. И всё такое. Вот. Из этой области. Я знаю про локацию в Хартлендс. Мы к ней обязательно сходим. После шахты. Вот. Так что перерыв буквально на две минутки. Я скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok